Боги зачастую справедливы, зачастую надменны, зачастую великие, а зачастую и просто-напросто нелепые. Тут такое дело, друг мой. Обращал ли ты внимание на то, как сильны религии и сами божества практически в любой фэнтези вселенной? Давай для того, чтобы было проще ассоциировать богов фэнтези, то для начала обратим внимание, как на мой взгляд, так даже очень близкого для нашего восприятия, Зигмара из вселенной Вархаммера. Зигмар был простым смертным, могучий вождь варваров, ведущий людей. Его последователи чтят его наравне с другими богами и попрошу обратить внимание, клянуться сражаться с хаосом в любой его ипостаси и защищать империю от врагов, как внутренних, так и внешних. Думаю, спорить никто не отважится, что звучит такое, хоть и крайне поверхностное описание Зигмара довольно сильно и вдохновляюще. И тут лично у меня самим собой возникают определенные вопросы, на которых я бы хотел немного остановиться. Но для начала я хотел бы уточнить, что да, я крещеный христианин. Разумеется, не по собственному желанию, ибо, понятное дело, когда я был младенцем, а я, между прочим, был, определенно был, но не мог же я на свет появиться сразу седым бородатым трактирщиком с кружкой в руке и багажом истории для вас. Так, собственно, вот, крещен я был младенцем. Моего согласия, моего мнения не учитывалось. Увы и ах, как несправедливо. Но огорчает меня больше всего не наплевательское отношение к моему мнению, а то, что по сути, своего рода по принуждению, меня сделали рабом-борлем. Да еще и рабом такого бога, которого я, ну, ни при каком раскладе не назвал бы сильным или хотя бы тем, кого бы я мог поставить в пример. Но не могу я никак поклоняться божеству, которое учит меня, что в случае того, если меня ударят в одну щеку, то я должен после этого подставить другую. Какого черта? Как по мне, после первого же удара я должен своему врагу оторвать ухо, выколоть глаз и вспороть брюхо. Жестоко? Да, может быть. Но вроде как и довольно справедливо. Разумеется, нужно учитывать факт того, что я не должен быть тем, кто первый ударит, того, кто мне не угодит. Ибо не должен я склоняться к хаосу. Хотя... Возможно, такое мировоззрение исхоже больше для прислужника какого-нибудь темного божества. Ведь того же Мейкера многие сравнивают с христианским дьяволом. А мне уж извините, ну, некоторые из затей Моргота в принципе-то по душе. Разумеется, реализация-то у его хромала, но в детали вдаваться не будем. Темный князь. Принц удовольствия. Властелин из лишеств. Совершенный принц. Принц хаоса. О ком это мы? Да, 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 да. Ты прав. Это тот самый горячо мной любимый сланеж. Бог удовольствий, страсти и морального разложения. Сланеж воплощение вожделений и смертных. Их жадности, похоти и потыкания своим слабостям. Он покровитель всего прекрасного и соблазнительного. Связываемый со всевозможными извращениями и сексуальной распущенностью. Мастер роскоши. Жестоких страстей и ужасных искушений. Которое может предложить только Бог. А вот этот парень не по душе. Хотя, разумеется, христианские борцы за веру уже негодуют. Как это так? Это ж все от нечестивого. Это ж все от дьявола. Ага. Только как по мне, это все от естественных потребностей организма. И естественного желания получить удовольствие от пребывания в этом не очень-то и приятном мире. Разумеется, все, что нужно в этом плане, так это знать меру. Ибо и дураку понятно, что меру нужно знать во всем. Но лишать себя, пусть хоть и низменных удовольствий, я как-то не горю желанием. Потому, специально для тех, кто со мной согласен, подготовлю выпуск о самых развратных приключениях одной знаменитой барышни. Ну или сами их устройте. Тут бордель недалеко, за углом. И там, и там поговорю. Ух, какие. Да что-то я рассеянный. Мы ведь о богах. Хе-хе-хе, да, как-то я упустил. Думаю, из всего вышесказанного можно уже сделать вывод о моем отношении к христианской религии. Быть с ним согласным или нет, это, разумеется, выбор и право каждого. Но давайте еще раз вспомним Сигмара и его почитателей. В первую очередь, они своего рода продолжатели его дела. Они стоят на защите империи. А что мы видим в христианстве? Священнослужители? Кто они? Какие цели они преследуют? Хе-хе, да не обидят никого мои слова. Но не кажется ли вам, как и мне, что кое-кто поклоняется сланиш, прикрываясь именем Господа? А я не хочу приводить никакие конкретных фактов и примеров. Тот, кому они нужны, с легкостью их может отыскать и сам. Как-никак, а поиск и анализ информации штука очень полезная. Но возвращаясь к нашему вопросу, я бы с гораздо большим трепетом и интересом выслушал бы призыв к благим действиям от бывалого вояки-пьяницы на улицах Альдорфа, нежели церковную проповедь наших почтенных священнослужителей. О том, что я должен делать, чего мне нельзя делать, ибо кто-то решил, что это грех. И разумеется, в конце данной проповеди самые важные его слова. О том, сколько я должен пожертвовать своих кровных звонких золотых монет на постройку очередного храма. Уж простите, но я выбираю религию не для слабаков. Какой бы в умах большинства она не казалась темной, проклятой и дьявольской. Ах да, дьявол. Я на этом особо внимания застрять не буду, но в конце-то концов. Когда создавали христианскую религию? Могли бы немножко больше поработать над лором-антагонистом. А то как-то вяло и скупо все очень. Мотивация не прописана, никакой конкретики о скиллах, никакого четкого описания. В общем, дьявол даже как-то не очень тянет на финального злого босса. Ватикан, подумайте над этим. И не надо на меня высылать патрули вашей святой инквизиции. Не напугайте. Да у нас и своя есть, и гораздо покруче вашей. Что? Не верите? А вы взгляните, вот подсказочка появилась на историю о них. Хорошая история. Не то, что история святой инквизиции христиан. Да, между прочим. Ну да, и об этом как-нибудь в другой раз. Я же буду прощаться с вами, друзья мои. Молитесь своим богам. Будьте сильными и справедливыми. И честными в первую очередь хотя бы перед самими собой. Ибо вера во что-либо начинается с собственных мыслей. А если в мыслях грязь, гниение и разложение, то старина Нургл будет лучшим тебе другом. Шутки шутками, а задуматься стоит. Как бы то ни было, если тебе был по душе вот такой вот подкаст, то... Что нужно сделать? Обязательно поставить ему лайк и написать об этом в комментариях. И, разумеется, высказать свое мнение по этому вопросу тоже в комментариях. Как можно больше и как можно разверн... Господи, что же за слово-то, а? В общем-то, ими я понял. Будет интересно почитать ваши комментарии, да и поотвечать на них, разумеется. А лучшее выберем для того, чтобы опубликовать в нашем паблике. Ведь вопрос довольно-таки животрепещущий и мне всегда интересный. А если эта тема прям вообще стрельнет, то, я думаю, мы ее продолжим на стриме и пообщаемся с вами на эту тему. А? Как вам мысль? Ладно, в общем, не буду разводить тут воды. Давай, пишем комментарии, ставим лайк, проверяем, разумеется, подписан ли на канал. Это очень важно. Это самая максимально важная вещь. Проверить, подписан ли ты на канал. Запомнил? А? Ну и, разумеется, колокольчик. Колокольчик, ударь в него. А я на этом все. Прощаюсь. До скорой встречи в Фэнтези Таверне, мой дорогой друг. Музыка. 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 Музыка.